Всем привет! Меня зовут Яна, вы попали на канал Леди Вескер. Сегодня мы продолжаем играть в диско Элизиум. Давайте можем продолжить. Продолжаем расследовать дело об убийстве не знаю кого. На самом деле, я чуть не помню, чтобы мы устанавливали его личность, и походу мы не установили. У нас пока еще первый день, вот. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставляйте комментарии. Сейчас мы пойдем разговаривать с водителями, чтобы выяснить кто из них провозил наркоту или что-то типа того. Ну, короче, нам это надо выяснить, чтобы потом эта тетка, в которой мы говорили в прошлой серии, рассказала про то, что она знает об этом убийстве. Вот, так что давайте начнем. Уже пять, уже шесть вечера, кстати. Теперь это все превращается в что-то вроде, значит, подходящее выражение. Снежного лимба, дружище. Что у тебя на уме? Низкий шанс. Ты похож на человека, который мог бы разбираться в наркотиках. О, дружище, у нас с наркотиками долгая история. Он откидывается назад, сложив руки за головой. Я, знаешь ли, неплохо повеселился, катаясь на безумных волнах собственного сознания. Но, делай паузу, пускай вспоминания. Те недавно прошли, сейчас в моей жизни другие пристрастия. А почему ты спрашиваешь, дружище? Ты так, не знаю даже, что мне ему сказать. Давайте будем откровенны. Пытаюсь выяснить, кто возит наркотики через терминал Бэм. У нас есть заслуживающая доверие информационной бомбы, вмешивается лейтенант. Что кто-то из шофера в этой пробке ждет большую партию наркотиков и спорта, чтобы отвезти в грузовике в Джим Рок. Это не я, мужик, это точно. Мне проблемы не нужны. Все и так достаточно плохо. Из-за затора люди уже за оружие хватаются. Того и гляди, плыхнет. Погоди, а тогда чего ты здесь до сих пор торчишь? Я должен охранять груз. Начальство не любит, когда добро пропадает. У меня есть время поработать над текстами и рифмами. Он рифмоплет? Что ж, похоже, это правда. Понятно тогда, откуда взялась ритмичная зарисовка и вообще его манера разговора. А кто тогда может заниматься наркоторговлей? Как думаешь? Слушай, дружище, я стараюсь держаться подальше от преступного мира Ревашоли. Я здесь гость. Если хочешь задать такие вопросы, поищи кого-нибудь другого. Похоже, он не врет вам, мессир. Он поэт, выдай ему свой лучший стих. Лучший стих? Давайте попробуем. Нет. Да тут даже плохих стихов нету. Одно, прекрати поле, перекати поле до пятна отлыбивки. Стоп, нет, что ты творишь? Она сломала меня. Она меня сломала. Жестоко, дружище. Но ты знаешь, время лечит. Стоп, остановись, он оживился. Нет, в томе. Это мои тексты. Слушай, продолжить. Она меня до крови разъебала. Это... В смысле? Написана была белая проверка. Почему мой боевой дух упал? Привет. Это не по правде, парень. На самом деле, я так не думаю. Это поэма. Да, да, круто. Я все понимаю, но... Короче. Ладно. Дайте... Я не могу. Почему проверку я не прошла? Ладно, не буду загрузиваться. Казалины. У меня есть что-нибудь? Покушаться. Минус боевой дух, понятно. Походу, нету. А где я могу это продать, интересно? Или это не надо продавать? Тут, я так понимаю, никого нету. О, может там... Грубая сила. Такая... Страшная майка, скажу, неравненно. Пойдем дальше. Тут ничего нет. Почему нет? А, это эти. Бастующие стоят. А там что? Сюда их все-таки не выходило. В зоторе застрел грузовик. Это большая тяжелая махина из града неплохо сохранилась для своего возраста. Заглянуть в окно. Стекла чистые, их недавно помыли. Ты видишь кабину грузовика, в ней личная вещь водителя, наклейки, эмблемы. Что на заднем сиденье? В задней части кабины расположена тесная ниша для сна. Большие пепельницы, занавески, расшиты солнцами и колесами. Тое внимание привлекает книга с потрепанными краями. На обложке красуется мускулистый здоровяк, а название гласит «Человек из Хельмдаля» и затерянный город Пигмеев. «Российско-националистическая атрибутика», — говорит лейтенант с тисном зуба. В этой части города обычное дело. Он кивает в сторону дальнобойщика-расиста. Думаешь, это грузовик нашего крутого парня? Да, вероятно. Этот тип гордится тем, кто он такой. Тут повсюду это видно. Что за наклейки-эмблемы? Водитель украсил свою кабину изрядной коллекции аксессуаров вполне определенной направленности, лозунгами о чести, силе и чистоте обклеены все панели. Понятно. О, деньги. Как поберушка. Что тут у нас? Ещё деньги. Так, взять. О, бутылка. Ходим, бутылки собираем. И всё остальное. Да в смысле? Я же взяла деньги. А я не помню, здесь я была. Сюда заходила. Боевой дух. Как раз нужен за его дух. Давайте восстановим сразу его. Сейчас только я... Где он тут? Не понял. А, всё, я вспомнила, как восстанавливать. Сейчас кое-что прям. Так, рубашка. Концептуализация. Ладно, я так оставлю. Пойду сюда заходу. А, тут, по-моему, это подросток работает. Девочка. А может и не она. А может и она. Ну да, она. Где там надо сдать бутылки? Не помнишь? У Фриты есть склад позади танца в тропье. Склад? Не знаю, может быть. Я не особо интересуюсь делами и Фриты. Ладно, расскажешь хоть что-то полезное. Она смотрит спал в лобе. Ладно, у Фриты нет склада. Только маленькая подселка прямо здесь. Ясно? Она снова откроет журнал. Не дожидаясь ответа. Ладно. Что это? Большой кабинет с медицинскими флаконами, назальными спреями и пластырями. На упаковках логотип Сент-Батист Фарма-Сьютиклс. Вот. Здоровье. Мне пока ничего из этого не надо. Я собираю деньги, чтобы расплатиться с барменом, но чувствую, что я никогда не расплачусь с ним. Потому что, как бы... Как бы, да. Ну что ж, давайте с ним поговорим. Мне кажется... Нет, мне кажется, это не он. Так. Ты водишь грузовик, верно? Что ты думаешь про наркотики? Наркотики? Это говно, мужик. Я свое тело не загрязняю. Он глубоко затягивается сигаретой. Почему? Ты знаешь, откуда идет вся эта дрянь? Сарамириза, Сафар, Ильдамарат. Они берут бабки наших старчков и вкладывают, чтобы призойти нас в промышленном секторе. Говорит, я свое тело не отравляю и при этом курят сигарету. Они знают, что в честной борьбе нас не победить, так что надо как-то себя заставить и нас ослабить самих себя. Это расовый саботаж, расовый экономический саботаж. Слушай, тут я соглашусь. Наш долг убрать этот яд с улицы ревошел, верно? Он пристально на тебя смотрит и не знает, как ответить. Это продолжается примерно с две секунды, а потом... Ни хера не знаю, и... А знал бы, тебе бы не сказал. Тогда чего ты здесь до сих пор торчишь? Остальные почти все разъехались. А ты как думаешь, мне грузовик без присмотра бросить? У нас тут в последнее время кражами балуются. Чертовы кипты по ночам так и шныряют. Если они растащат мое добро, начальство мне жопу порвет. Что твой жопный рак. Ты видел неподалеку большую грузовику, у которого открылся прицеп, а из коробок высыпалось содержимое. По пути сюда я видел грузовик, у которого распахнуты двери прицепа. Ты знаешь, что могло там случиться? Да, я знал водителя. Честный малый, который любит всю страну. Мы с ним как раз поспорили о генетике в танце в трепье, когда какие-то щенки кипты вбили замок с его прицепа и все растащили. Он из-за этого работы лишился. Он делал глубокую затяжку и, кажется, смокует куст дыма. С тех пор, как его не стало, мне и поговорить-то не с кем. Что ж, не повезло ему. Человек растерянно качает головой, свирепо затягивается сигарета. Этот ебаный позор, вот что это такое. Ты говорил что-то о правах и привилегиях шоферов? Да, это важны люди. Мой прадед был возщиком. У него была королевская лицензия и все такое прочее. Мы стараемся сохранить свои привилегии. Погоди, что это еще за возщик такой? Тот, у кого есть возок. Непонятно, что ли? Видишь, как далеко в прошлое ходит история нашей династии. Это было еще до изобретения машин. И это привилегия? Конечно, на ты, как думал. У нас есть гильдии и все такое прочее. Старинное и очень престижное. Значит, ты в гильдии в ощупь. А вот именно, они хотели наебать нас, лишить нашего наследия ради своих прибыли. Но когда они попробуют нас заменить, то очень пожалеют. Если не будут доверять свои товары уличным громилам, то в конечном итоге отсосит с проглотом. Попомним мои слова. Поколение опыта – это не шутки. Если не ты, то кто возит наркотики через терминал Б? А это не очевидно, тьёбаный Си-Лень из Южной Самары. Тот, что с глазами бусинками слевает на землю шофер. Это его дельцы на стороне, сплошной обман. Не удивлюсь, если он и наркотиками приторговывает. Погоди, ты про уличного торговца к югу отсюда? Он еще и грузовик водит? Конечно, он шофер грузовика. Он, он, небось, лучше нассал, что коммерсант. Нет, он просто сорвал печати со своего грузовика, Кьюан Монокса, и теперь распродает чужое добро. Все его племя – прирожденные лыжицы. У них крови. С мудрым видом кивает, он потом снова затягивается сигаретой. Это двое человек, я точно говорю, на сто процентов. Я бы не был так уверен. Надо послушать, что на это скажет сам Си-Лень. Похоже, пришла пора навестить Си-Леня. Наверное, он охмыляется очень довольный собой. Ну, ладно. Значит, Си-Лень. Он находится в конце улицы. Так, это наш модель. Любимый. В конце улицы. Я даже не знаю, кто может быть разводчиком. Понятия не имею. Это что? Просто бутылка? Так, ладно. Давай. Скажи, Си-Лень, что ты думаешь о наркотиках? Наркотики? Несколько мгновений он не знает, что ответить. Нет, я таким не занимаюсь. Наркотики разрушают жизнь. Если только вы не увлекаетесь наркотиками, конечно, тогда наркотики – это чудесно. Целуют он котики пальцев. Вкусные, сладкие наркотики. Так, мы ищем водителя-грузовика, который перевозит наркотики из порта. Он или она где-то в этой пробке. Это так круто, что вы расследуете местную наркоторговлю, как какой-то крутой наркоагент. Но, показывает он свои товары, я не водитель, я уличный торговец. Я ничего об этом не знаю. Наглая ложь, мессир. Но с убеждением, таким поверила ли в ему, не знаем, и лучше. Но ты водитель, другой шофер опознал тебя и твой грузовик. Кто такое говорит? Тот жирный расист, верно? Наверняка он. Давно на меня зуб точит. Потому что я иммигрант, который работает усерднее него. Он меня терпеть не может. Так ты признаешься, что водишь грузовик? Нет, я просто сказала, что упорно работаю, а он урод. Я... Он делает паузу, чтобы подумать. Понимает, что ему не выкрустится. Умница. Ладно, может я вожу грузовик. Немного, но это просто работа. Это вовсе не самое важное для меня. А это, разводит он руками, моя мечта. Так. Так тебе было стыдно мне сказать? Нет, я просто забыл. Это слишком небольшая часть моей жизни. И сейчас она стала зеркаль заднего вида. Я выбираюсь из этой дыры, пользуясь собственным хитроумием. Хватит юлить, что тебе известно о перевозке наркотиков в порту. Ничего, я же говорю вам, я не дурак. Я не буду связываться с этой шайкой. Какой еще с шайкой? Ну, с шайкой, с наркоторговцем. Нет, он говорил мне какой-то абстрактной шайки. Это была конкретная эта шайка. Так, ты только вероятешь в мое время, говори, мать той, кто возит наркотики. Хорошо, если ты не знаешь, то я расскажу твоему нанимателю, что ты продаешь его груз. Нет смысла, он нам не скажет, он слишком боится. Надо забрать его участок и там допросить как следует. Но сначала позвоним его боссу. Ладно, слушайте, оглядывается, продается вокруг и понижает голос. Тут есть плохие люди, которые творят плохие вещи. Это все, что я знаю. Пожалуйста, не вводывайте меня в этот бардак. Я 15 лет пробиться пытаюсь. Ну вот, у нас уже есть крохотная крупица. Правда, держись за нее. Стой, друзья, Сель, так помоги же нам. Никто не знает, что это был ты. Это она, понятно, шепчет он. Другие водители зовут ее рулевой дамой. Лучше вам держаться от нее подальше. То, как они о ней говорят, выкачает головой, уж точно не как о даме. Эта рулевая дама, случайно, не та пожилая женщина, показать на дальнобойщикцу. Странная и не в себе. Не знаю, может быть, если ты правда она, то я к ней даже близко не подходил. Говорю же, не хочу в это впутываться. Может быть, она была странная. Он ее не исключает. Кто эти другие водители, которые о ней говорят? Да все. Я не знаю. Я уже сказал все, что знаю. Все, проехали. Я правда хочу, чтобы мы это проехали. Кто именно говорит об этой рулевой даме, расист? Или другой с татуировками? Он показывает на север. Да все, даже те, кто уехал. Я с ними не общаюсь, но помню... Не помню, у кого там татуировки. Ладно, проехали. Отлично. Он мгновенно возвращается к своему обычному образу. Замечательно. Давайте отметим эту покупку. Вы можете рожиться модными солнечными очками, детективы. Вы оба. Это вы заслужили. Почему нельзя продать вещи? Или можно? Нет, я не хочу никакие штаны покупать. Гораз покопаться. Все это скучно. Скучные третисортные, ничем не примечательные очки, сделанные из дешевого тирейского пластика. Такого пластика, что плавится на солнце. Про ультрафиолет наклейки здесь для вида. Очки лучи скорее собирают. Губящий свет глаза вам направляет, как линзы, но для ультрафиолета. Все очки первоклассные, заявляет мужчина. Роскошный дизайн, качественные материалы, очень крутая защита от ультрафиолета. Ваши глаза будут в полном порядке. Плюс вы будете круто выглядеть, заниматься опасной полицейской работой. Если я провалюсь, у меня будет минус... Минус вот это. Выводух. Давай. Давай. Не везет. Все, что тебе дается найти, это козырек из пленки цвета лайма. Фирма Амфибия. Это марка дешевой спортивной одежды. На согнутом козырьке красотце деформировано изображение лягушки. О, этот козырек идеально вам подходит, начальник. Теперь солнце не будет слепить, когда вы палите по преступникам. Уличный торговец изображает звук выстрелов. И всего шесть реалов. Ким, нам стоит быть готовым к перестрелкам в ходе работы. Надеюсь, что нет, отвечает он, отвлекаясь от просмотра товаров. Не понравилось? Конечно, здоровяк. Без проблем. Давайте отыщем для вас реальные очки. Дай пример. Отмена, они кошмарные. К тому же они просто не нализают тебе на лицо. Ты чувствуешь, как они сдавливают нос и подбирают брови. Черт возьми, офицер, в этих очках вы настоящий сверхфекретный шпион, с антузеизмом кивает мужчина. Их словно для вас сделали. Я их вам уступлю за два реала и пятьдесят симптимов. Они идеально подходят для того, чтобы спрятать твои налитые кровью отекшие глаза. С этим кошмаром на лице окружающим будет очень трудно воспринимать тебя серьезно. Нет, лейтенант, осторожно снимай очки с твоего лица. Вновь возвращай тебе свободу. Их вы определенно покупать не будете. Ты прав, для них я слишком чувствительный. Вы уверены? Но они на вас так хорошо смотрятся, хмурятся уличный торговец. Подумайте хорошенько, начальник. Нет, я уйду. Вообще, конечно, чувак. Ничего мы... Ты можешь бежать? Тут ничего нет? Мост мы перейти не можем. Значит, идем обратно. Наконец-то поняла, кстати, как бежать. Не зажимая кнопку. Давайте с ним поговорим еще раз. Так, я слышала, что среди шоферов есть женщина, но ее, похоже, тут нет. Ты знаешь эту рулевую даму? Я не хочу об этом говорить. Он переминается с ноги на ногу, и им явно вдруг становится неуютно. Потом он отворачивается. Почему? Ты что-то знаешь, и что же? Черт, я-то надеялся, что это не она, закусывая тунгу. Ну, могу только сказать, сейчас ее тут нет, и она вовсе не похожа на какого-то злобного наркокурьера. И что, я не знаю, где она. Я уже спрашивал тебя, кто занимается наркоторгой, и ты сказал, что не знаешь. Теперь выясняется, что знаешь? Да не, я не знал, дружище, я же говорю, надеялся, что это не она, что она не будет в этом замешана. Верно, ложь бы мы распознали, но доброе сердце – вещь сложная. А, это все эмоциональная риторика. Он что-то знал, но тебе не рассказал, и это факт. Что это за человек, как ее зовут? Хлава богу, я не знаю. Ее тут называют рулевой дамой, свое имя она держала в секрете, даже от меня. Теперь я понимаю, почему. Кто она тебе? Друг, знакомый? Я не знаю, она была единственным человеком в этой чертовой пробке, с кем я мог поговорить. Я не хочу сдавать ее в руки закона, понятно? Как она выглядит? Женщина довольно молодая, грубая, но по-крутому грубая. Какого цвета волосы? Крашенные в синий и фиолетовый, отвечает он неохотно. Когда она явилась сюда, были фиолетовые, а когда уезжала синие. Тогда она могла их снова перекрасить. Когда она уехала? Черт, я не хочу. Он поднимает голову и глядит тебе глаза. Прошу, бросьте это все. Что бы она ни сделала, это не может быть так уж плохо. Она не плохой человек, я это точно знаю. Мы не можем бросить, это часть полицейского расследования. У вас всегда тогда... Все у вас часть расследования, он качает головой. У этой девчонки свои тараканы. Если ее поймать, она может и не выжить. Я не могу брать такой грех. Грех на душу. До этого не дойдет. Мы не станем ее преследовать. Нам просто нужна информация. Я вам не верю. Поверь, это действительно так. Я просто не могу, дружище. Я не настолько наивный. Ты говоришь, у нее свои тараканы. Что это значит? У нее в душе темнота. Это самая темнота, что бывает в юности, когда думаешь, что все кончено, и ищешь путь выхода. Она вам это рассказала? Да, и поэтому я не стану на нее скучать. Мне говорили, что все ее боятся. Ты нет? Я слышал сплетни. Я видел, как другие шоферы косу смотрят на меня, когда мы разговариваем. И да, она мне говорила, у нее была жестокая жизнь. Но я не боялся ее. Скорее, я боялся за нее. Это ее жестокая жизнь включала в себя перевозку наркотиков? Ну, вздыхает он. Теперь-то похоже, что включала. Но мы об этом не говорили. Мы говорили о жизни, знаешь ли? Она рассказывала о том, что творится у нее в голове. Творится у нее в голове? Да, как работает ее разум. Сколько проблем она ей приносила. Когда она уехала, то оставила свой грузовик. Слушай, дружище, давай ты кого-нибудь еще будешь доставать такими вопросами, ладно? Тут полно других шоферов, которые ее терпеть не могли или боялись. Они ее с радостью сдадут. Он прав. У нас есть и другие варианты. Расист, например. Ммм, седовласый женщина, может она что-то знает? Погоди, сначала этот парень говорит, что они друзья, теперь знакомые, и он ничего не имеет против того, чтобы ее сдали другие. Надави на Томми, и это разобьет ему сердце и сломит дух. Только не жди, что после этого вы останетесь приятелями. Так. Вынудить. Блин. Ну, он вроде хороший человек, не хочется его вынуждать. Так что давайте пока от него отстанем. Спасибо, дружище. Шумный вздох, облегчение. Ох, я так себя чувствую, что хоть курить заново начинает. Да и с текстами, наверное, помогло бы. Ладно. Пойдем дальше. Пойдем спросим у той седовласой женщины, хотя она не отвечала нам и вряд ли будет отвечать. Где она? Так. Дважды щелкнусь. Где я? Кто ты? Как фокусник, выводящий добровольцы из гипноза, ты выдергиваешь ее обратно в реальность. Вы порядка, уважаемая? Вы были в отключке. Неважно, вздыхает она. Теперь я вспомнила. Я все еще торчу в этой пробке. В 50-х добавляет она с утрощением. Погодите, а что такого в 50-х? У мужчин маленькие челюсти, и все сделано из пластика. Зачем вам столько пластика, ухмыляется она, когда можно сделать мир из янтаря? А где вы могли бы быть? Мек, Меске, времен революции. Улыбка возвращается на юрису. На тротуарах и в кафе повсюду были молодые люди. Я шла на новый фильм об Баяе Дейра с Габриэлем Буэн-Пера. Пока не явился ты. Он бросает на тебя обвиняющий взгляд. Я так понимаю, в молодости вы жили в Меске? Кто-то жил. Она кивает словно смысл, и слово должен быть предельно ясен. Кто такой Габриэль Буэн-Гера? Вот это Габриэль Буэн-Гера. Она показывает тебе фотокарточку в роскошной янтарной рамке. Смотрите. В фотографии на тебя глядит статный красавец в широкополой шляпе. Волосы у него черные, как смоль, а нижняя челюсть самая точенная из тех, что тебе доводилось видеть. Он был величайшей звездой своего времени. Девицы падали в обморок в проходах синематографа, когда он появлялся на экране. А школьеры заучивали его реплики наизусть. Она откидывается, любуясь вызванным воспоминаниями миром. Скорее всего, этот мир существовал только в его выражении. Кто-то, разве это не ваши воспоминания? Это чьи-то воспоминания мальчика. Она вдруг становится неприветливой. Какая разница, мои они или нет? Они прекрасны, только и это имеет значение. Прекрасны и правдивы, и они победят. Они идут за этим. Ты знаешь, она оглядывается вокруг. Совсем идёт. Прошу прощения, что прерывал ваши грезы, уважаемые. Это не греза, законник. Я была там. Стояла ранняя весна. И только-только вышел мужчина за чёрным солнцем. Плакаты были высотой метров двадцать, всё было золотым. Она прищуривается и, похоже, смеривает тебя с глядом. Пока вы тут грызлись друг другом из-за своей ничтожной революции, мески был золотой век. Что ж, у меня есть к вам ещё вопросы, полицейские. Почему бы и нет? Всё равно мне нечем заняться в этой дыре. Она мной облакачивается, заперила своего грузовика. За ней на приборной панели видняются горы из сувениров. Фотографии и безделушек. В этой женщине есть что-то странное. Попроси её показать подошву ботинок. Может, она каким-то образом оказалась на повешенном. Внутренняя империя какая-то странная. Так, покажите мне свою подошву. Какое тебе дело до башмаков, пожилой женщины? Я по важному полицейскому делу, уважаемая. Я медленно с явным презрением приподнимаю ногу в ботинки. Я начинаю думать, что предпочла бы разговором с тобой Габриэля Буэнерго. Ты не Габриэль. Она носит прочные рабочие ботинки с чёрной кожей. Они перетянут ремнями на прыжках. Подошвы тоже кожные. Теперь второй, пожалуйста. До Габриэля я была на коронации Франко-негра. Вот, это был настоящий мужчина. Ты не видишь никаких изменений в узоре подошвы, она пускает ногу. К тому же, ботинка 37-го размера, крошечная, слишком много расхождений. Подошвы одинаковые, следы оставили не эти ботинки. Он что-то быстро записывает. Я бы мог сказать вам, это просто взглянув на них. У неё 37-й размер. Ноги, как у девочки, лобоцена, они хорошо помещаются на педалях. Всё же до сих пор не понимаю, это так, скажите. Дайте вот это. Для чего мне наркотики, законник? То, что я вижу, что чувствую, великий враг. Никакие наркотики с этим не сравнятся. Ой, блин. Я не об этом хотел сказать. А о чём тогда ты хотел сказать? Быть может, думает она, что вы продажны? Что вы... Что именно вы перевозите? Мой, ты законник. Какое идут тебе до этого дела? Хорошо, скажу иначе. Это вы возите наркотики через терминал Б? Она с хрустом пожимает плечами. Может быть, скорее всего, нет. Как бы то ни было, мне всё равно. Как вы можете не знать, что погрузили в собственный грузовик? Только в этом месяце я полдюжинный раз ездила из Сарамаризы в Граат. Как ты думаешь, что возит из Сарамаризы в Граат, законник? Я не знаю, поэтому спрашиваю вас. Бриллианты, законник. Очевидно же, хмаляется она. Я не спрашиваю вас о бриллиантах, не так ли? До них мне нет никакого дела. Бриллианты тебе понравились, законник. Попробуй как-нибудь, ты станешь красивым, как Ева де Сарас. Если бы требовалось выбрать наугад, кого бы вы здесь заподозрили в перевозке наркотиков? Это просто. Того худощавого, что считает себя поэтом. Никогда нельзя доверить поэтам, она хмаляется. К тому же, не единственное, кого мне отсюда видно. Это правда. Все остальные не попадают в её поле зрения. Ну хорошо. Если вы не связаны с перевозкой наркотиков, чего же вы здесь ждёте? А зачем мне куда-то уезжать? Тут вполне неплохо. Я могу слушать музыку или крики чаек, смотреть на цвета и образ этого мира. Вся эта суета, она очищает, готовит для новых ощущений. Или я могу расслабиться и позволить разуму унести меня обратно далеко-далеко на великие равнины. Я думаю, что здесь мы закончили. Он захлопывает блокнот, чтобы придать вес словам. Так скажите, это вы рулевая дама? Как ты меня назвал? Дамой? А сама она не считает себя дамой. Не стоит это повторять. Мне говорили про женщину-водителя. Вы здесь единственная женщина. Я не то, не другое. Её улыбка пропадает. Я слишком далеко ушла от всего этого, чтобы помнить, что у меня беждынок. В дальних рейсах так это не работает. Так вы не та водительница, которую все боятся. Меня боятся только маленькие дети и те, кто меня когда-то знал. Да, это не она, поверьте. Тогда кто эта женщина-водитель, о которой мне говорили? Откуда мне знать? Мне разве скажешь, что я провожу много времени с другими, что-то вынюхивая, когда у меня есть мои фильмы? Ну ладно, это всё, что я хотела узнать. Спасибо. Ладно. Сейчас говорить с ней про Мексику и всё остальное, я думаю, не надо, потому что время поджимает. Почему произошло автосохранение? Уже 7 вечера. Давайте поговорим с расистом, потому что он что скажет. Интересно. Что там у нас повышение уровня? Силу воли я хотела прокачать. Давайте прокачаем силу воли. Всё, больше ничего нельзя прокачать. Очень жаль. Так. Я вижу, что ты увиливаешь от ответа. Говори прямо, где рулевая дама? Он умыляется. Я понятия имею о чём-то. Почему ты ухмыляешься? Слушайте, вы меня не пугаете. Мы все ранее управляем западным ревашолем, и мартинизмом вы не управляете. Вы не управляете ничем. А кто управляет? Рулевая дама? Нет, лейтенант поворачивается к шофёру. Он говорит про Лапута Мадре. Это имя звучит тревожным звоном тёмного колокола. У тебя дурное предчувствие насчёт всего этого. Похоже, у лейтенанта есть план. Пусть он сам всё сделает. Да, он. Несколько мгновений, шофёр молчит, потом сплёвывает на тротуар. Да, про него. Скоростить руки и кивнуть. Тогда я полагаю, тебе и шестёрки с его знакомыми. Да, говорит он, не понимая, к чему клонит Ким. Его верные собачонки, они у него во всех профсоюзах. Не только профсоюзов. Его шестёрки, они везде. Поговаривают, что даже в РГМ они есть. Лейтенант приближается к нему почти вплотную. Грязные шестёрки, которые что угодно сделают для него. Многонациональные наркоманы. Ну, надо же. Зменена натура. Что ж, раз он начал, пусть и продолжает промолчать. Вы не шестёрки, говорит он, иначе вы бы не расследовали эту шнягу с наркотиками. Нет, само собой нет. Мы не шестёрки. Но если бы мы ими были, и если бы кто-то из водителей Мадры у него воровал, то для всякой хорошей шестёрки было бы делом чести выяснить, что. А он совсем неплох. Хорошо. Хорош, скажу я больше. Послушайте, как лихо заливает. Это совсем не сложная работа. Много времени не занимает. И падре-мадре... Падре-мадре... Не рассердится, глядит на шофёра лейтенант. Но на пути вдруг оказывается какой-то расист. Двой боёб, защищающий странного вора. Его взгляд мечется между тобой и лейтенантом. Я вас не боюсь, ни вас не бандитов. Меня защищает гильдия шофёров и вощиков. Видели там труп в керамической броне? Показывает лейтенант на двор. Славная его гильдия защитила. Да нет, да... Вы бы не оставили его там болтаться, если бы, он резко обрывает фразу, пытается зажечь новую сигарету. Но у него предательской трясутся руки. Лейтенант поворачивается к тебе и едва различимо кивает. Я его подготовил, так как смог. Он созрел, заканчивая дело. Будь осторожен, по шофёру видно, что он всё ещё не до конца сдался. Ломать его будет непросто. Блин. Ай, не сохранялась. Давайте сохранимся. Давай. Самое главное не переборщить, даже когда пытаешься кого-то напугать. Важнее всего, как это будет смотреться в твоём резюме. Ну что ж. Давайте попробуем сейчас загрузиться и сделать снова. Может, получится? Нет. Давайте ещё раз. Я не сдамся. В Франции написано равный, по-моему, но не низкий. Почему тут нет какой-нибудь еды, которая повышает какие-то перки? Ну, в принципе, тут есть другое. Так, сейчас я хочу кое-что глянуть. Сумрак 2. Сумрак, говорите? Грубая сила. У меня нет ничего из сумрака. Очень жаль. О, наконец-то. Такие, как он, уважают только две вещи. Сила и страх. Покажи мне её грузовик. Быстро, блядь. Грузовик рулевой дамы. Где он? Пошёл ты. Я тебе сказала, что не буду. Вот он. Его голос слабеет. А твой... Так. Так. Я был на твоём сраном грузовике. Я знаю, который твой. Показать, я его сожгу. Нахер ясно? Слушай, иди нахер, мужик. Я не знаю, кто она такая. Вроде бы у неё зелёный грузовик, траченный. Когда она ушла? Я не знаю. Я даже не знаю, как её зовут. Она просто ездит с парнями и строит из себя большую шишку. Резбо, наверное. Да я её уже несколько дней не видел. Где именно её грузовик? Да там, у памятника. Маштон рукой на юг. Зелёный темп. А теперь отъявитесь от меня, ладно? Небольшой темп около памятника. Показать, а зелёный поворачивается он к тебе. Идёмте, покопаемся в этом грузовике. Ладно, я пойду. Да, мы пойдём туда, но не сегодня. Ну, мы до туда дойдём. Около памятника. Где у нас памятник находится? А, вот здесь, по-моему. Да, вот памятник. Что из этого? Зелёный грузовик. Хотя, такой памятник, конечно. Вот этот. Он зелёный. В общем, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Увидимся уже в следующей серии. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...